Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Такие проверки осуществляются раз в 5 лет примерно. На Смоленск АЭС эксплуатация гидротехнических сооружений осуществляется на высоком уровне. Вы первая станция, которая реализовали систему санкционированного доступа к индивидуальным дозиметрам. Завершилась миссия технической поддержки ВАО АЭС. Куча эмоций, прекрасная постановка, не менее прекрасного произведения. Спектакль Московского театра в Десногорске. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность 20 600 мегаватт. Это 103,1% от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе все три энергоблока суммарная нагрузка 3034 мегаватт. События, подлежащие к сообщению регулирующих органов, а также требующих расследования, на станционном уровне на прошлой неделе не зафиксированы. О ходе реализации ПСР-проектов на Смоленской станции должил заместитель главного инженера Олег Ужениязов. За неделю подано 45 ППО по ПСР-проектам. На сегодня открыто всего 121 ПСР-проект. Из них 109 руководителям первой и второй линейки. Реализовано 12 ПСР-проектов, из них 8 ПСР первой и второй линейки. Выработка электроэнергии за 10 дней июля составила 654 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 235 миллионов. С начала года выработка составила 12,6 миллиарда киловатт-часов, сверхплана 1,2 миллиарда. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Гидротехнические сооружения Смоленской АЭС работают устойчиво, их безопасность обеспечена в соответствии с требованиями законодательства и отраслевых нормативных документов. Такое заключение выдала комиссия концерна «Росэнергоатом» по итогам планового централизованного обследования гидротехнических сооружений атомной станции, прошедшего с 4 по 6 июля. Представители центрального аппарата концерна регулярно, один раз в 5 лет, выполняют централизованное обследование гидротехнических сооружений на всех атомных станциях для подтверждения проектного уровня безопасности и выявления областей для улучшения. В ходе проверки эксперты концерна провели анализ эксплуатационной документации и осмотр гидротехнических сооружений. Они обследовали земляные плотины и паводковые водосборы на реках Десна и Сельчанка, дамбы на реке Гнездно, подводящие и отводящие каналы, насосные станции, водозаборные сооружения. Эксплуатация следует на достаточно высоком уровне, соответственно, из требований на материнские документации имеются незначительные области для улучшения, не влияющие на безопасную эксплуатацию ГТС. На все вопросы, которые мы задавали, ответы были конкретные, глубокие. Ребята, сотрудники, которыми мы работали, они специалисты высокого класса. Здесь формировался коллектив, и это радует. Я думаю, в перспективе на Смоленской атомной станции, особенно в безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, трудностей не должно возникнуть никаких. Итогом работы экспертов стало подписание акта, который официально подтвердил выводы комиссии. С 3 по 7 июля на Смоленской станции проходила миссия технической поддержки Всемирной ассоциации организаций эксплуатирующих атомные станции. Целью миссии стал обмен отечественным и зарубежным опытом в области организации индивидуального дозиметрического контроля по всем видам ионизирующего излучения, существующим на АЭС. В ее работе приняли участие ведущие эксперты российских институтов и научных объединений, представители Московского центра ВАО АЭС, Словацкой атомной станции «Маховце» и российских АЭС концерна «Росэнергоатом». Очень хорошо планируется, мы знаем давно на этой станции, на Смоленской. Вообще она является одной из передовых станций в этом смысле. Не просто идет измерение, оптимизация, то есть возможность реального снижения доз. В ходе миссии рассматривались такие вопросы, как индивидуальная нейтронная дозиметрия, дозиметрия фотонового ионизирующего излучения, современные приборы и методики расчета дозовых нагрузок на персонал АЭС, медицинские аспекты в дозиметрии, обсуждались возможности унификации норм и стандартов по радиационному контролю и дозиметрии с точки зрения ВАО АЭС, МАГАТЭ, Международного комитета по радиационной защите. На Смоленской станции я был впервые в 2004 году на конкурсе дозиметристов. И вот вчера нас провели по станции, то есть существенные изменения произошли, так скажем, современное оборудование. Вы первая станция, которая реализовали систему санкционированного доступа к индивидуальным дозиметрам. Мы тоже пошли по этому направлению, на части блоков реализовали. В завершении миссии эксперты предложили ряд рекомендаций по дальнейшему улучшению дозиметрического контроля на Смоленской АЭС, которые в большей степени связаны с дооснащением отдела радиационной безопасности, современным измерительным оборудованием с целью более углубленного дозиметрического контроля персонала и рабочих мест. 8 июля в Центре информации связи с общественностью Минетрина была показана постановка Московского музыкального драматического театра «Разные люди» по пьесе Вильяма Гибсона «Двое на качелях». Показ спектакля в Десногорске был организован концерном «Росэнергоатом», администрацией и профсоюзом Смоленской атомной станции в рамках проекта «Территория культуры Росатома». Пьеса всегда была популярна у зрителей и регулярно ставилась как в Америке, так и в России. Спектакль рассказывает об одной удивительно нежной, смешной и драматичной истории, истории нелепой и вместе с тем подлинной любви. О том, что часто упустим мгновение, мы упускаем самое главное и остаемся в одиночестве на берегу Безбрежного океана жизни. Сотрудничество с «Росатомом» нам открывает возможность, ну, во-первых, заявить свой театр даже не в рамках города, а в рамках России довольно значительной ее части. Для нас это возможность заявить себя, представить свой театр, представить своих артистов и усовершенствовать спектакли, наиграть их и почувствовать дыхание разного зала. Мне очень понравился спектакль, я очень довольна, что я сегодня пришла сюда, и у меня эмоции, мне очень понравилось, спасибо. Мне очень понравилось, куча эмоций, прекрасная постановка, не менее прекрасного произведения. Надеюсь, что буду приезжать еще раз, если такое будет. Надеюсь, что в нашем городе когда-нибудь тоже такое произойдет. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин